Производство шоколада и кондитерских изделий выросло на 11% в Казахстане. Данные озвучили в Бюро национальной статистики. На мелкие приходится больше трети всех производимых в стране кондитерской продукции. Государство разработало льготы для отрасли. Несмотря на поддержку, местные производители обеспокоены. Больше половины кондитерских изделий на прилавках страны импортные, и они дешевле отечественных. В Ассоциации кондитеров республики говорят, что сырье стоит меньше. Совместно с Министерством сельского хозяйства в отрасли разработали семилетнюю программу развития. В Ассоциации кондитеров рассчитывают и на полное импортозамещение. Также рассматривают новые рынки сбыта. В ближайшее время планируют нарастить экспорт в Китай. Для этого 25% от инвес-субсидий и транспортная поддержка при транспортировке, и 70% НДС льгота. То есть они оплачивают 30% НДС. Сегодня необходимо заняться распределением площадей. Должно, наверное, правильно сказать, проконтролировать или дать возможность отечественному производителю менять достаточное количество полок в торговых сетях. Это вот один из шагов. Второе, мы говорим, что нам необходим жесткий контроль за качеством и безопасностью импортной и кондитерской продукции. Качество строительства на контроле. Минскворд – знаковый объект, изменивший увлек города. Застройщик комплекса следит за тем, чтобы все ожидания от современного комплекса оправдались и у его жителей. Поэтому контроль за подрядными строительными организациями ужесточен, а у жителей появились новые каналы связи с компанией, чтобы получать оперативные отзывы и возможные жалобы. Качество на первом месте. Минскворд – это крупнейший строительный проект. Возводят быстро и много. Только в 2023 году в эксплуатацию сдано более 7600 квартир. У стольких семей появилось свое жилье. Анализ обращений жителей показал, что больше всего нареканий на стеклопакеты. Принимаются меры. Создан контакт-центр. В каждом новом доме чат застройщикам, чтобы все вопросы решались оперативно. Из 110 замечаний, которые поступили в администрацию района, 90 уже решены и исправлены. Теперь обратная связь с заявителями занимает не более двух суток. И в каждой жалоб разбираются. Подтверждаются не все. Речь о потребительском экстремизме. Но когда ситуация объективна, меры предпринимают оперативно. Касается и сроков строительства. Идут переговоры о поставках комплекс современных лифтов из новой линейки белорусского производителя, которые по ряду параметров превосходят и иностранных конкурентов. Минскворд активно строится как жилье, так и коммерческие и общественные помещения. Концепция 15-минутного города – это не только доступность инфраструктуры, но и качество всех услуг. Мы провели реорганизацию наших подразделений, отвечающих за устранение недостатков. Усилили нашу службу гарантийного ремонта. Ко всем подрядчикам предоставлены требования о повышении качества выполняемых работ и об усилении их ответственности за несвоевременное устранение этих замечаний. Ответственность вплоть до расторжения договоров. Усиление работы отдела гарантийного ремонта и улучшение качества всех замечаний по устранению у нас продлен у инженеров и у рабочих рабочий день до 9 часов вечера и 6-дневная рабочая неделя включена. То есть нам позволяет это в большем уже количестве замечаний эти закрывать. Также на вновь в отзимых домах, когда дольщики принимают свои объекты, они записывают замечания в бланке по заявлениям по гарантийному ремонту. Сейчас мы немножко усовершенствовали нашу работу. Теперь каждому дольщику после заявления написанного будет приходить смс с уведомлением о том, что заявка принята в работу. Нами было создано целое подразделение по гарантийному ремонту. И на сегодняшний день мы, получая рекламации, замечания и заявления от граждан, отреагировали очень активно. Пересмотрели полностью всю структуру, усилили ее на сегодняшний день отделом качества, то есть объединили это в единую систему. Четко и регламентированно ведется учет всех обращений граждан, как бы они ни обращались. Это могут быть электронные обращения, письменные обращения, обращения в книгу жалоб по короткому номеру, по 115. Самый быстрый рост зеленой энергетики в мире зафиксирован по итогам прошлого года. Это дает реальные шансы на утроение глобальных мощностей к концу десятилетия. Таковы прогнозы Международного энергетического центра. Цель, поставленная на климатической конференции КОП-28 является достижимой, считают эксперты МЭА. Больше половины новых мощностей приходится на солнечные панели. Мировым лидером в этом направлении стал Китай, который в 2023-м ввел в эксплуатацию столько же солнечных панелей, сколько весь мир годом ранее. Расчеты Международного энергетического агентства обещают, что уже через год крупнейшими источниками мирового производства электроэнергии станут солнце и ветер. Сегодня установка солнечных систем обходится дешевле строительства новых станций, работающих на ископаемом топливе, говорится в отчёте агентства. В ближайшие годы также будут расти популярность биотоплива в качестве альтернативы авиационного керосина и дизеля. А вот внедрение зелёного водорода пока замедляется из-за низкой инвестиционной активности. «Когда я увидел цифры, это был определённо вау-эффект, потому что в 2023 году производственная мощность возобновляемой энергетики превысила 500 гигаватт, что соответствует общей мощности энергосистем Германии, Франции и Испании вместе взятых. И это почти наполовину больше, чем было в 2022 году. Огромный исторический прыжок. Это очень хорошая новость. И большая доля солнечной, затем ветряной энергии. И многие страны мира смогли побить свои рекорды в объёме производства зелёной энергетики».